Приветствую! О святые Химене! В разные периоды становления этой франшизы, Люди Икс продолжали набирать в себе отличный актерский состав, и даже когда настала пора вливать свежую кровь, они сделали это блестяще. Новички порой затмевали матерых мастодонтов, но иногда старая гвардия брала вверх. Оттого сравнить молодое и зрелое поколение безумно сложно, но я же лютый извращенец. Поэтому встречайте третий выпуск Битвы Титанов, где в поединке сольются персонажи новой и старой трилогии Люди Икс. И да, тут мы сравниваем только реализацию героя на экране, ни их способности, ни фильмы в целом, только героев. Почесали. Лучшая Джина Грей. Грей. Пф! Лучшая Джина Грей. Да, 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 я прекрасно понимаю, что не очень справедливо сравнивать этих персонажей, учитывая, что Фамки Янсен расцветала перед нами на протяжении трех фильмов, а у Софи Тернера пока только один. Но это не помешает сглотнуть циклопу. О нет, спойлер. Понимаете, в чем фишка? Кто бы что ни гнал на милашку Софи Тернер, но из нее вышла очаровательная Джина Грей. Чуть-чуть забитая, но безумно сильная няша-стесняша. Я настойчиво продолжаю ждать твоего звонка, Софи. Она добрая, рыжая, это важный факт. Хочет нести людям добро, но понимать, что горе и разрушение она может принести гораздо больше. Кто-то считает Тернером из кастом, что перед нами та же Санса с глазами, которые вот-вот потекут. Ну, прослезятся. Но можно ли представить другой исход, когда ты 18-летний, затюканный подросток-мутант пятого уровня, и все тебя обходят стороной? Но все-таки, чего греха таить? Фамки Янсен в оригинальной триологии творит страшные вещи. Мы увидели Джину Грей добрую, отважную, смелую и, самое главное, злую и ярусную. О, черт возьми, да. Создателям хватило иск показать нам великого ужасного Феникса. И, черт возьми, это великолепное читерство. В Янсен есть удивительное сочетание миловидности и лютые чертовщины. Подошли бы вы к такой дамочке? Думаю, только если сразу покаяться и на верную смерть. От нее в буквальном смысле веет жаром. Да и вообще всегда интересно наблюдать, как протагонист становится антагонистом. И, к сожалению, пока этой страстной, комиксоидной привлекательности в перемешку с глобальной угрозой, мы в Софи Тернер не увидели. Но плоха ли она от этого? Не думаю. В конце-то концов, впереди жарава сиквелов, и она вполне еще успеет зарвать всю чертову землю к чертям собачьим. Ну а я отдаю свой голос обостительнице детских слез, грозе девчачьих грез, или как там поется. Короче, Янсен, я за тебя. Не лезьте ко мне. Лучший зверь. Выбирать лучшего зверя довольно тяжело, несмотря на то, что грим у зверька Николаса Холта, мягко говоря, так себе. И Кельси Грэмер в этом обличье выглядит более сурово и брутально. Но показаны они по большей части одинаково. Что первый, что второй. Умные, сдержанные, интеллигентные, уравновешенные. Холт у нас любит частенько появляться в своем человеческом обличье, благодаря некой сыворотке, которая может его сдерживать, что как-то не очень логично. Но что поделать, актёрские прихоти они такие. Но зверь Николаса Холта внушает доверие. Он всегда готов помочь, может изобрести много годных штук, начиная от самолётов, заканчивая злополученными сыворотками. Он остаётся верным к Савьеру, и даже в самые трудные периоды жизни не бросает его на произвол судьбы. Он хороший друг, соглашается на любые авантюры, умеет постоять за себя, правда, с переменным успехом. Да он даже мистик умудрился заклеить, хитрец. Иными словами, персонаж к себе располагает. Тоже, в принципе, можно сказать и про Кельси Граммера. Его Филипп Маккой не стесняется своей сущности, и благодаря мутационной толерантности дорос аж до влиятельного политика. Он теперь в состоянии толкать громкие речи, но и опуститься в бой тоже не прочь. Он излучает целомудрие и внутреннее равновесие. Дерётся он, к слову, пластично и красиво, да и грим у него лучше. Но я всё равно отдаю предпочтение Николасу Холту. Это один из тех случаев, когда большее количество экранов времени помогло становлению персонажа. Его зверь прошёл целый путь от амбициозного шкета, умеющего делать ошибки, до полноценного Человека Икс. Прости, Грэммер, ты клёвый, но Николас Холт не играл на свой бал с лихвой. А его морда в слоу-мо заслуживает отдельных фанфар. Хе-хе, едем дальше. Мы будем с тобой друзьями. Лучший циклов. Опять три фильма против одного? Ай-яй-яй-яй-яй. Некрасиво, некультурно, по-свински, по-губановски, по-по-губам. Так о чём это я, циклов? Ну вот как? Ну как у Брайана Сингера получилось за два с половиной фильма сделать настолько незрачного, скучного и серого персонажа? Казалось бы, у чувака даже своя личная драма есть. Ведь Скотт Саммерс никогда не сможет открыть глаза. Разве не ужас? Да и Джеймс Марсден довольно колоритный парень, уж тем более после трассы 60. Но на выходе мы получаем невероятно скучного чувака, у которого, видимо, в башке только одно. Хе-хе-хе, Джина Грэг, нет, не трогай её. Хе-хе-хе, я любил её. И прощается, Клоп, ты был невероятно скучным. О его прошлом мы ничего не знаем, да и настоящее довольно скудно прописано. И глазами актёр не в состоянии показать даже малейшую эмоцию, за что спасибо этим лютым очкам. Он вечно цапается с Росомахой и на этом всё кончается. Он же настолько унылый нюня, что будто сам не выдержал своей тупости и в слюнях и слезах уехал к Джинни Грэй, за что потом оплатился. Будто самим создателям было за него стыдно. Он настолько скучный, что даже в финальной битве места ему не нашлось, а ведь на секундочку он самый спокойный и рассудительный член команды. Лидер, в конце концов, ну, должен быть таким, по идее. В апокалипсисе создатели решили исправить оплошность. Нельзя сказать, что получилось у них это блестяще, но уж точно лучше первой попытки. Дело в том, что циклоп Тая Шеридана юный зелёный и не понимает, что за херня с ним происходит. Оттого за персонажем интереснее наблюдать. Он не лидер и явно не стремится им быть. Но его знакомство Джин, его освоение в школе Чарльза, то, как он радует этим чудо-очкам, защищающих его от лучей, личная драма с братцем Хаоком. Это всё играет на руку персонажу, и циклоп, несомненно, стал выпуклее и ярче, за что создателям несомненный плюс. За один фильм они показали циклопа лучше, чем за три. Так что без лишних разглагольств у неё голос идёт Таю Шеридану. Конечно, там ещё была одна вариация сольники про Росомаху, но я... я... Давайте-ка я лучше ещё раз шлёпну по губам и разойдёмся. Ну, удача, так сказать. Кстати, об удаче. Если вы хотите испытать судьбу и нащупать крутую, а может и не очень игру, то добро пожаловать на chatgames.com. Это мой магазин дешёвых ключей для игр, где за 40, 50 или 60 рублей вам могут выпасть клёво-алтважные игры, а может даже эксклюзивые. Киноманы. Если вы авантюристы-игроманы, то вам туда. Ну, а мы продолжаем. Лучшая Шторм. Как-то тяжело говорить об этом персонаже. Фишка в том, что раскрыта она посредственно, что там, что тут. Шторм Холли Берри берёт своей внушительностью. В ней чувствуются задатки лидера, в отличие от Циклопа. Она спокойная, рассудительная, добрая и довольно сильная. Но она грешит тем же, чем и большинство старой гвардий. На её происхождение наложена вето, и может показаться, что в апокалипсисе нам разжуют тёмное прошлое Мисс Монро, но на деле... нет. Она какая-то бомжиха. Живёт в Египте, фанатеет от Мистика, апокалипсис прокачивает её скиллы и... на этом всё. В буквальном смысле всё. Ни одной яркой отличительной черты, ни одной броской реплики. Шторм Александры Шип очень скучная, незрачная и даже рядом не стоит с Холли Берри, которая могла выруливать персонажа даже без предысторий. Да, она не самый интересный герой франшизы и запоминается по большей части лишь тем, что от фильма к фильму её волосы становятся всё короче и короче. Но одно мы знаем точно, своих она не предаст. Монро будет сражаться и буянить до победного конца. И она точно поможет мутантам найти своё место в жизни. А ещё она сосалась рассамахой. Правда, ножички это порезали, ну какая разница? Особо сильно заострять своё внимание на Шторм не хочется, ибо далее нас ждут более интересные бойцы. Но одно могу сказать точно. При кликухе Шторм в голову лезет именно Холли Берри. А о том, что у неё есть молодая вариация, забываешь примерно на следующий день после просмотра апокалипсиса. Так что Холли Берри, бал тебе. Лучшее Мистик. А теперь добро пожаловать в рубрику Рыжий Блюдок сам себе противоречит. Знаете, таких персонажей, которым вовсе не нужна яркая предыстория, чтобы сделать его крутым? Можно и долго таких вспоминать, но лично для меня одним из ярких олицетворений является Мистик. Синяя против голубой. Ребекка Ромейн против Дженнифер Лоуренс. Чем же подкупает оригинальная Мистик? Она, твою мать, невероятно крута. Молчеливость, сексапильность, утончённость, сила, грация, таинственность. Всё это сочетается в Мистик Ромейн. Проблема в том, что мы не знаем, кто она такая. Что её раньше связывало с Чарльзом Ксавьером? Мы действительно нихрена о ней не знаем. Прошлая Мистик покрыта таинственной пеленой. И выглядит она по большей части как правая рука Магнета, и не более того, но очень эффективная рука. У неё нет характера, но есть силы, ловкость и изящество. Дженнифер Лоуренс попыталась придать персонажу выпуклости, но ярче она от этого не стала. Её Мистик кажется неопределившейся мямлей, кочующая то к одному, то к другому, а потом вообще отваливается в сольную карьеру. Причём зачастую Мистик тут хоть и независимая, но безумно упертая леди, из которой прёт необоснованный максимализм. Ведь из-за своих поступков она ставит под угрозу всё будущее человечества. Причём когда ей уже ну все в округе орут, не делай этого, не убивай Траска, она продолжает стоять на своём. В апокалипсисе Лоуренс попросту нечего играть. Она брутальная, толкает пафосные речи, но от того, что Дженнифер всё чаще появляется не в гриме, персонаж от этого более живым не становится. Да, это по своей сути косяк сценаристов, но если говорить откровенно, Лоуренс не самая удачная кандидатура на роль Мистик. Дело в том, что если вы посмотрите на Ромейн в действии, то увидите хладнокровную, изящную, сексапильную красавицу с абсолютно отточенными движениями. Она и есть Мистик, в то время как Лоуренс только пытается ей быть. Это не изящество, это попытка его изобразить. Всё отрепетировано, причём местами фальшиво, ведь чего греха таить? Мистик это не роль мечты для столь востребованной актрисы, да и в лишний раз гримироваться под синюю бести как-то не камильфо. Не подумайте, Лоуренс не безумно нравится как девушка и как актриса, но Мистик это роль Робекки Ромейн. И тут молодняк, увы и ах, но проигрывает. Едем дальше. Когда выйду отсюда, придушу своими руками. Лучший боливар траск... Лучший магнета. Более сложного и неподъёмного выбора придумать невозможно. Что Уэн Маккеллен, что Майкл Фассбендер представляют высшую актёрскую лигу младшего и старшего поколения. Каждый по-своему хорош и по большей части будем сетывать на сценарий. Ну почти. Что из себя представляет магнета Маккеллена? Его Эрик негодяй чистой воды. Он будто пришёл из школы платиновых злодеев 80-х. У него есть своё злодейское убежище, два верных приспешника. Одна бьёт все полимеры сексуальности, а другой... не очень. А планы у него примерно такие, как... Изрешитить человеков. Поднять революцию. Изрешитить человеков. Ну и как свойственно олдскульным злодеям, магнета Маккеллена безумно обаятельный чёрт. Даже своё нахождение в тюрьме он воспринимает с дозой иронии. Не прочь поехидничать или даже постебаться над отличительными чертами других мутантов. Настоит ли за этим что-то больше? Ну да, нам показали флэшбэк из сложного детства Эрика 44-х. Намекая, что Лэншер пережил в своё время некоторое дерьмо. Но в принципе на этом всё окончается. Здешний магнета просто гадёныш. Элегантный, коварный. Но магнитный фастбендер однозначно притягивает одеяло на себя. Хотя бы потому, что Эрик Лэншер сам по себе очень сильный персонаж и заслуживает должной предыстории. Фастбендера действительно неслабо поносило. В попытках отомстить немецкому негодяю за смерть матери, он сам становится тем, кем явно не стремился стать. А в дальнейшем все его хорошие поступки воспринимаются в штыки. Хотел спасти Кеннеди? А нет, садись-ка в тюрьму. Хотел остепениться и завести семью? А нет. Давайте как гнилые фрейерки в мгновение ока пристрелят всех тех, кого ты любишь. Действительно, после такого возненавидеть человеков как нефиг делать. Общество принуждает его быть плохим. И в этом есть драма фастбендерского магнета. Да, он бунтарь, и пусть порой с этим сценаристы перебарщивают, но в глубине души он хороший человек. Маккеллин-то тоже не особо злодей, и лишь отстаивает свои интересы. Но они у него уж более необоснованные наполеонские. Ко всему прочему, в глазах фастбендера кроется идеальное сочетание доброты и какой-то чертовщинки. Шикарный микс для стульня однозначного героя. В то время как у Маккеллина глаза добрые и обаятельные. И как бы он не старался показать себя с негативной стороны, из него получается отличный импозантный мерзавец, который строит свои козни тупо по фану. Как бы я не любил говнюка Маккеллина, но отдаю свой голос укротителю сердец московских бабулик. Едем дальше. Спасибо. Спасибо. Лучший профессор Ксавьер. Один выбор краше другого. Но я, пожалуй, буду категоричен и начну навязывать свой жалкий субъективизм. Если произнести профессор Чарль Завьер, Ксавьер, пфу, то кто первый лезет на ум? На самом деле все довольно просто. Если смотреть на Патрика Стюарта, то он действительно профессор. Мы видим довольно сильно уверенную себе фигуру. Мы не можем не знать, почему и когда он получил статус профессора. Почему мутанты ему доверяют? Мы мало что знаем о Ксавьере Патрика Стюарта. Но без лишних разъяснений и прелюдий, мы все равно верим, что этот человек не обделен интеллектом. Мы верим, что он в состоянии защитить мутантов. И за кем, за кем, но за ним бы я точно пошел. Почему? Ты черт его знает, но и у его лбу и так все написано. Стюарт излучает какое-то пиричное спокойствие, мудрость и интеллект. Он умудряется держать свою марку, даже когда его вот-вотращие пятна атома Джина Грей. Его смерть выглядит так, будто не беспокойся, Логан, все идет по плану. Хотя на деле его смерть и странное воскрешение было пирично идиотским и тупым. Но взгляд стерт и говорит нам, я знаю, что делать, так что садись и заткнись. Такому тяжело препятствовать. Забавно осознавать, что о вариации профессора Джеймса Макавоя мы знаем почти все. В то время как о стерке мы знаем целое ничего. Макавоя постарался показать нам профессора с разных сторон. Мы увидели Ксавьера Лоботряса, Умника, Страдальца, Наркомана, Психа, Хипаря. Узрели, как он потерял способность ходить, как он разосрался с Эриком, как он облысел. Увидели все, кроме одного – профессора. После первых двух фильмов очень тяжело представить Макавоя мудрым наставником. Ведь он… Ведь он же потерял все. От него же ушла Рейвен, друг предок. Да, окей, каждый человек проходит свою черную полосу в жизни. Ксавьер Макавоя ее преодолел. Но даже когда в апокалипсисе на него напялили костюм, сделали лысым и посадили в каноничные инвалидные кресла, это почему-то не работает. Макавоя в этом образе выглядит так, будто еле-еле сдерживается от того, чтобы не сорваться и не начать нюхать кокс на жопах проституток. Спасибо грязи за это. На его фоне даже зверь больше заслуживает звания главы школы мутантов. Но не подумайте. Макавоя – невероятно талантливый актер с большим будущим. И его оксавьер – отлично раскрытый персонаж, который по количеству своих трансформаций убегает намного дальше Патрика Стюарта. Ну вы поняли, убегает. Но на чьих уроках я бы хотел сидеть больше? Стюарта или Макавоя? Не знаю, как вы, но я выбираю первого. Нам нужен такой профессор, который гипнотически спокоен даже в самых экстремальных ситуациях, который в состоянии обмануть даже саму смерть. Так что, сэр Патрик Стюарт, я за вас. Ну что, это была битва Титанов по Людям Икс. Я громогласно заявляю, что с небольшим отрывом мастодонты одержали победу. Но это не значит, что новые хуже. Вовсе нет. Это, по сути, река с мечты. И что Макавои, что Фастбендер еще покажут всем куськину мать. Вот увидите. Ну и в конце концов, это же имхо. Так что я с радостью послушаю ваше мнение. Ну и таки на этом все. Спасибо за внимание. Ступайте в группу, пальцы вверх. Заходите на чакгейпс.ком. Всего наилучшего. К чему это, блин, вообще? А почему не сравнил Ростомаху с Ростомахой?